МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чайвес ведь буквально проломил себе дорогу на американский ринг. 12 лет он здесь появлялся, и 12 лет он никак не мог завоевать популярность. Но все-таки его железные кулаки подчинили себе общественное внимание. Все поняли, что не считаться с такой грозой, как Чайвес, невозможно. И кто бы ни пытался встать у него на пути, все, как правило, оказывались на полу. Но это было давно. И самым большим обожателем Хулио Сезара Чайвеса за всю историю, может быть, был 9-летний Оскар Диллахоя, который никогда не пропускал ни одной трансляции боев с участием Хулио Сезара Чайвеса. Он, наверное, никогда не мог думать, что придет время, когда он выйдет против своего кумира. Но еще меньше он мог думать, что он когда-нибудь с ним поссорится. И именно так вот и произошло после первого поражения. Когда Чайвес был снят во время боя из-за, ну, жесточайшего рассечения. Вы помните этот бой. И я так думаю, нам его напомнят. Биламекинго! Биламекинго! И так, да здравствует Мексика. У нас тем больше оснований это заявить, что оба участника этого матча мексиканцы, несмотря на то, что один из них выступает под американским флагом. И так, Оскар Далахой. 28 побед, 23 нокаута. 100 побед у Хулио Сезара Чайвеса. 83 победы нокаута. 2 поражения, 2 ничьих. 36 лет Чайвесу. 25 Далахой. И намного, намного выше Оскар Далахойа. Он и весит побольше. На 2 фунта. И это правила, которые вы уже знаете хорошо. Не будем к ним возвращаться. Мы услышали, что и Мэджик Джонсон, знаменитый баскетболист, тоже там среди зрителей. И Леонардо Ди Каприо. Ну, в общем, представляете, капелл калибра, это событие. Не хватает только президента Леонардо, но мы знаем, что он слишком занят сейчас. Он и весит. Сильвестер Силу. Сильвестер Силу. 30 раз. У иных и боев столько не наберется. Сколько Чайвес сделал защиту. Что он не восхищает в Чайвесе? И вот полная невозмутимость, совершенно несокрушимый характер и абсолютное презрение к общественному мнению, что люди о нем скажут. Многих возмущал, что он вводит своих детей на бокс. Вот так вот, открыто вызывающе, берет их за руки. Иногда выводит просто на ринг перед боем. Вот они. Видите? Один из них. Чайвес делает то, что считает нужным. Чайвес делает это иногда с вызовом. Без скандала. Но в Америке многие просто потрясены. Никак до них не доходит. Как это так? Человек здесь уже столько лет, 15 лет в Америке появляется постоянно на ринге и не выучил ни одного английского слова. Оскар Белохой. Для него, конечно, это невероятно важный матч. И он уже не так волнуется, конечно, как перед первым боем. А все потому, что он очень зол. Зол на своего кумира, который, в общем, высказал его победе тогда от полного пренебрежения. Отмахнулся и сказал, что это, в общем, победил его не Оскар Белохой, а победил просто тот, который его снял. Но все понимают, что за этим кроется. За этим кроется соперничество двух суперзвезд мирового ринга. За этим кроется конфликт поколений и борьба самолюбий. Самолюбий, без которого ни один, ни другой не смог бы достичь таких высот. Для Оскара Белохой, конечно, победа над Чавесом. Друзья и господа, наконец, было приоритетом среди латинского населения мира. Боб Аарон, Top Rank, Incorporated, in association with your undisputed, undefated King of Beers, Budweiser, presents 12 rounds of boxing for the WBC Worldweight Championship of the World. Thank you, by the Nevada State Athletic Commission. Бой за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета. Оскар Белохой, чемпион, защищает свой титул в бою против Кулио-Сезара Чагаса. Это официально, так сказать, версия того, что состоит в Чавесаре. Для обоих же бойцов, как я уже говорил, это просто личное дело. Сведение личных счетов. Смотрите, ни одного американского судья. Промер-рефери. 157-й бой за звание чемпиона мира проводит рефери Ричард Стилл, которого традиционно встречает с листом. Итак, вы готовы? Майкл Баффер даже испанский выучил по такому случаю. Три-третьи публики говорят по-испански в этом зале. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red, green, and white. He weighs 144.5 pounds. His professional record, 104 bouts. 100 victory. 84 of those by not down. He has only two losses with two draws. 104 боя. 100 побед. Улезы Дарчев. Revenge and victory. That will return him to glory. Here is the challenger, a six-time champion in B-division, the former super-powerweight world champion, former lightweight world champion, and former super-lightweight champion of the world, Thomas y Caballero de Culietta en México, Julio Cesar Caballero. Виллос Чавеса течет индейской крови. И выдержка, непроницаемость, это видно их национальные, расовые черта. Смотрите на Чавеса и посмотрите на острове Вахово. У него испанский корм. И он, конечно, возбужден. Только эта победа откроет Оскару Деловой путь в зал славы. Слушайте реакцию. Многие освистывают Оскару Деловой. С таким приемом Оскар еще никогда не встречался. Людьми, которые освистывают Оскару Деловой, движут ностальгические чувства. Они понимают безнадежность предприятия Чавеса. И им жаль расстаться с идолом прошлых лет. А то, что это расставание произойдет, 10 из 11 считают, что так оно и будет. В данном случае это бой не одной суперзвезды против другой суперзвезды. Это попытка Чавеса выйти на бой против законов природы. На 11 лет он старше. На 11 лет. Оскар Деловой видите, как держится? Освободился. Настолько он чувствует, что Чавес для него не опасен. Ну, это, в общем, бравада. Это поза. Как бы стар ни был Чавес, как ни был, да он измножен в этих сотнях боев. Говорю сотнях, потому что помимо ста боев официальных, вы же понимаете, на каждый бой до 20-30 тренировочных спаррингов приходит. Чавес все еще обладает ударом, который может срубить любого бойца. Вопрос в том, сможет ли он его провести, хватит ли скорости. И бой развивается по сценарию, как и первый раз. Вспомните тот бой? Тоже сначала Чавес попятился от Деловой, потянул его за собой, но, знаете, это вот был просчет. Деловой намного выше Чавеса. и от высокого боксера пятится. Это просчет, который такой опытный боец, как Чавес, просто не мог допустить. А он это сделал. резкая взрывная атака Оскару Белако. Вы заметили, что, как он стоит сейчас? Он не боится длинных ударов Чавеса. Он понимает, что самое главное, не пустить его на эту дистанцию, где тот может ударить. А, в общем, как правило, Чавес бьет только три удара. Он бьет левый в туловище или левый крюк в голову. И очень неприятный, жесткий удар справа в голову. Вот, в общем, и все. Но делает это в совершенстве. Вернее, делает. Даст ли ему такую возможность Оскар Белако с его скоростью, с его ростом и с его амбицией. Чавес за всю свою жизнь никогда не уклонялся от боев с самыми сильными соперниками. Никогда. Кстати, очень многих боксеров, в том числе и Полетилда, и Оскара Делакоев, обвиняют в этом. То они, в общем, завоевав звание чемпиона, потом стараются как бы на тихой волне провести несколько лет в ранге чемпиона. Думаю, что в отношении Оскара это несправедливо. Он не садится, не помню. А он делает то, что делал Джордж Форман в течение последнего боя. Никогда не садился. Но насмешник, кто же сказал, что если я седу, я уже не встану. А Оскар демонстрирует, что он просто не устал. и демонстрирует, Снова Чавес разрывает дистанцию, тянет за собой Беллахой. Попытка атаковать внезапно с дистанцией успеха не приносит. Беллахой хорошо видит. Опережает Беллахой, легенду мирового бокса, опережает в каждом компоненте. Едва-едва. Не достал Чавес сейчас. Очень чувствительный Беллахой, видите, по всем движениям Чавеса. Но, если раньше, когда он был помоложе, эти все вещи ему удавались. Внезапная атака, контрудар из положения, которого никто не ждал. И делаем все это очень быстро, надежно и четко, что сейчас все его движения видны, к сожалению. А такому быстрому и острому бойцу, как Беллахой, такому талантливому, конечно, видно тем более. После поражения Чарльза в адрес Оскара Беллахой, сотни писем приходили. С возмутительными такими словами. Эй, Оскар, почему бы тебе не выбрать кого-нибудь своего калибра и своего возраста. Но дело в том, что Чавес поопаснее многих тех, кто младше его и больше его. Да, мерничает Оскар Беллахой, дергается, как сейчас принято говорить. И не удалось ему сделать то, что он задумал. Вот и первый тревожный сигнал. А ведь когда-то все считали, что у Чавеса шкура аллигатора вместо кожи. Ничего на нем не оставалось. После самых сильных ударов, которые он пропускал. Возглас есть возглас. Оскар Беллахой делает ошибки. Он делает ошибку в том, что он отпустил свои нервы, дал им волю. Нельзя идти в размен с Чавесом. Хотя бы потому, что даже если он медленнее, даже если есть преимущество в этой самой рубке, но пропустить у него можно распрощаться со всем. Оскар показывает, что был удар ниже пояса. Ниже пояса. Чавес извиняется, хотя сначала отрицал, что удар был. Если Беллахой сумеет собраться, сумеет провалить Чавеса, если не полезет с ним в размен, он в БТП, конечно, приведет его к победе чистой, но это не то, чего он хочет. Он хочет доказать всем, и прежде всего себе, что и даже в этом компоненте, где Чавесу не было равных, то есть в истоком бою на средней дистанции он лучше. Он хочет заставить себя уважать Чавеса. За что он хочет? Вы заметили, наверное, насколько просматриваются все подготовительные идеи действия Чавеса? Он потерял самый главный компонент своего таланта. Это быстроты. ПОТПИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да! Был! Это просто безобразие! Вы же ли Чавес сделал это намерение? Не похоже на него! Я не думаю, не думаю, что он целился туда Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И с Оскаром в углу говорят по-испански «Премеро, примеро» это понятно «Будь первым!» То есть начинай первым, веди бой «Будь хозяином!» Преимущество в этом бою у Оскара не только из-за его молодости, фантастической скорости, остроты действий Его преимущество в том, что он боец комбинационный Он умеет делать все И в движении вперед, и назад А самое главное Он боксер серийный А против такого, как Чавес Это очень сильный козер Чавес же, как типичный нокаутер Он может маневрировать, выискивать момент Только для того, чтобы провести удар Потому что Вот примерно то, что ему удавалось раньше Великоват, конечно, ростом для него Оскар Галафоев Уже раза три он справа не дотянулся Какие-то полсантиметра Да, когда-то у Чавеса знаменитая была эта комбинация Причем он делал ее шагом вперед Атакую левым апперкотом в туловище Правым прямым в голову Вроде бы все знают и все умеют это делать Но то, что делал Чавес, конечно, это было фантастически Здорово, мощно, а главное вовремя Вот он и сейчас несколько раз пытался это провести Но и Оскар знает Знает, чего следует опасаться И пока что действует очень быстро Очень быстро Он всегда-то быстрый боксер, Галафоев Но сегодня нужно быть постоянно быстрым Намного быстрее Не дать Чавесу упереться Стартануть своим шагом и своим ударом вперед Казалось бы Ничего такого особенного не происходит На ринге Пока что Но какой напряженный Внутренний напряженный бой Чак Чак Я хочу, чтобы ты двигаться чуть-чуть Стоять на стороне И использовать больше работы Ты получил ключ Ты получил ключ Вот этот раунд Вот этот раунд И используй этот раунд Как пример, хорошо? Это было очень хорошо Следующий раунд Будет лучше Ты получил ключ Джилл Клэнси Знаменитый тренер сейчас в углу Оскар Диллахоев Его указание Движение по фронту Стороны в сторону Как можно больше ударов Передней Левой рукой Как можно резче И ни в коем случае Не отпускать Чавесу в случае провала В общем, в предыдущем раунде Оскар Диллахоев Это и дело И вот сейчас Джилл Клэнси И отец Вернее тренер Когда-то отец у него в углу был Как тренер Тренер Оскар Диллахоев Требует, чтобы он использовал Все, чего достиг В предыдущем раунде Клэнси Вернее тренер Чавес, как я уже говорил вам, никогда не был таким блестящим, таким интересным боксером, как Оскар Галахоев. Но он был невероятно результативным бойцом, невероятно прочным, невероятно расчетливым. Он умел подчинять себя противникам на риме. И вот тут, кажется, нашла касанная камень. Видите, они сейчас стукнули друг к другу по перчатку. Это знак извинения. Опасно пошли оба головы. Посмотрите, пятый раунд идет. А Галахоев все никак не рискует стартануть по своей резкой, мощной серии. Немножко опасается. Опасается, что Чавес может встретить. Вот этот подсед и толчок плечом, что-то сказать. Наверняка Белохоев научился и не научается. Кто-то это делал постоянно. Не выдерывали нервы Оскара. Он обострил бой, пошел на поводу у Чавеса. Ему нужно доказать. Нужно доказать, что он лучше даже здесь. Там, где Чавес сильнее всего. Тут просто паника в углу. Они очень боятся то, что сделал сейчас Галахоев. Что-то вытворяешь, ему говорят. Используй ноги, не лезь на эту дистанцию. Не обостряй там. Здесь, наверное, довольны. Довольны, что выдернули, как среди боксеров говорится. Выдернули Белохоев на эту дистанцию. Там он, в общем, если он там будет упираться, то шансы, у Чавеса, резко возрастают. Длинный, тяжелый удар слева. Вот, пропускает Оскар Галахоев. Что-то я не помню, чтобы с ним такие вещи случались. Что здорово делает Оскар Галахоев, что он смещается в сторону немедленно, когда Чавес идет в атаку. Видите, закручивает Оскар Галахоев влево. И понятно, что он задумал сейчас. Он хочет здесь, попробовав такую открытую руку вступить на этой дистанции. Он хочет погасить Чавеса тут вот этим клинчем, этими вознью. Внезапно взорвать. Рассчитывая на то, что силы у него, конечно, гораздо больше, быстрота выше. А Чавеса можно здесь утомить. Но пропустить здесь можно по туловищу. Это, кстати, кором качается. Это такой левый крюк в туловище. В область пышна. Внезапно взорвать. 20 тысяч человек стандирует. Чавес, Чавес. Может быть, я, конечно, немножко и перегнул полку. Я уже 20 тысяч. Ты можешь поклонить его Оскар, наверное, не меньше. О! Чавес нарвался. На перкот. Очень неприятный удар. КОНЕЦ. 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 Вот видите, на повторе, как Оскар мог пропустить такой удар. Вот возврат, долго, что называется. А вот левый апперкот. А вы знаете, что такое левый апперкот в профессиональном боксе? Мы с вами недавно видели, чем закончился бой у легковеда. Да. Мало того, что Оскар Диллахоя талантливый, невероятно талантливый боксер, он еще весьма и дисциплинированный молодой человек. Мы сказали напоследок стрелять издали, что он и делает. Два удара пропускает Диллахоя. Привожный знак, потому что Чавесу пристреляться нельзя давать. Предыдущая серия была очень резкая и очень результативная. Сейчас выглядело красиво ни разу Оскар Диллахоя не попал. Седьмой раунд идет. Бой заканчивается. И, в общем, до этого раунда, вот я не представляю, что сказали бы судьи. Если бы бой закончился, вот, на шестом раунде. Не было убедительной победы ни с одной стороны. И никто бы не доказал, кто есть кто в этом бою. Легко, легко и быстренько действует. Оскар Диллахоя и очень удачно. Но дело в том, что он в эти темпы может взвинтить. И нарастить мощь ударов. Уцепил Чавеса, прямо скажем, за этот раунд. Уцепил Чавеса, прямо скажем, за этот раунд. Очень хороший раунд, говорят Оскару в углу. Действительно, раунд классный. Здорово провел его. И еще повезло немножко, что он пошел назад при атаке Чавеса. Восьмой раунд. Понятно, что попытается сделать Чавес. Ему во что бы то ни стало нужно навязать Оскару рубку здесь. И Оскар ее сам навязывает, первый. Но на своих условиях. Чавесу не выиграть Оскару Диллахоя. Кроме как нокаутом. И поэтому ему нужно сделать так, чтобы Оскар подставился под его удары. Почти безнадежная затея, по-моему. Если только Диллахой не наделает глупости. Вот видите, подарочек такой. Диллахоя было преподнес своему бывшему кумиру. Остался под удар. И всем сейчас кажется, что Чавес хозяин на ринге. Жестко, жестко попадает Диллахоя. Да, вот здесь ищет путь победы Чавес. И Оскар, забыв все наставления, врубается с ним. Что называется кость-кость. Потому что иначе ему не простят его поклонники. Здесь он должен принять бой. Доказать, что он лучше, чем его бывший кумир. Посмотрите, что в зале творится. Да. Вот тут-то все. В восьмом раунде выплеснуло снаружи. Все, что думают и чувствуют друг о друге эти два. В общем-то, великих боксеров. Никогда еще и никто не видел в таком состоянии Оскара Диллахоя. У Чавеса пробита нижняя губа в области подбородка, по-моему. Вот что с ним произошло. Давайте посмотрим вот этот заключительный эпизод и вот этот апперкот снизу. Этот удар снизу и ставит точку в этом бою. Неожиданность. Полная неожиданность. Но травма невероятно серьезная. Это, конечно. Да. Интересно, что сейчас говорит Оскар Галафоя Чавесу Ну, в общем, Оскару досталось, как видите Да Мало кто верил, что Чавес выиграет Но мало кто думал, что Оскару не удастся нокаутировать Чавеса Как видите Те качества, которые сделали Чавеса Чавесом Я имею в виду моральные качества его Фантастическая стойкость Невозмутимость Мервы О которых писали, что они, наверное, из железной проволоки В общем, сделали этот бой таким, как вы видели Чавес вывел из себя Оскар Галафоя, а не наоборот Удивительно И Чавесу пора это признать Куда делась эта шкура аллигатора, которой обладал когда-то Чавес Куда делась его способность гасить удары просто за счет того, что он смещал голову на какие-то миллиметры Куда делась его скорость, куда делась... Да все туда же Годы все забрали Это вам все понятно, конечно А вот что осталось за кадром, так это то, что все-таки умные ребята в углу Чавеса бой прекратили А вовсе не докторы, не рефери Именно они сказали Хватит тебе Остановись Не рискуй здоровьем, подумай о своих детях Ну, как всегда в таких случаях, сейчас тут будет масса толкотни 79-73 дают 78-75 Короче говоря, все дают Воскородилаху Каждый раунд и весь бой Субтитры создавал DimaTorzok